Если кратко сформулировать идею бразильского джиу-джитсу, если кратко ее сформулировать, то можно вложить все в очень простое определение. Джиу-джитсу это идея изоляции одной конечности противника несколькими, для того, чтобы создать механический рычаг, прямой или скручивающий, или для того, чтобы изолировать шею и создать удушающее воздействие. То есть это всегда идея изоляции одной конечности несколькими. Этих изоляций у вас должен быть целый ряд, для того, чтобы создавать из них такую сетку преследования. Если вы владеете одной или двумя, обычно это слишком очевидное действие, которое противник распознает и легко защищается. Сегодня мы разберем в армбаре, как сохранить контроль, какие есть виды изоляции в армбаре и как в принципе он работает. Давайте начнем с базы. Всем примерно знакома такая ситуация, как рычаг локтя. Давайте разберем, от чего зависит контроль в рычаге локтя. Первая точка контроля в рычаге локтя, это всегда контроль его плеча. То плечо, которое ближе к вам. Если вы теряете этот контроль, то вы теряете рычаг локтя. Второе. Проконтролировать его плечо просто механическим сжатием ног очень сложно. Даже если я очень силен, изо всех сил сжимаю ноги, он все равно способен развернуться на меня. Окей? Он все равно это сделает. Поэтому я буду контролировать его плечо ограничением конечностей. Каким образом? Первое. Его плечо должно быть высоко. Оно должно быть выше моего бедра. Второе. Есть разные положения ног для контроля рычага локтя. Давайте начнем со скрещенных ног. Такое положение, которое часто считается для БЖЖ неэффективным. Оно считается неэффективным, но считается ошибочным. Потому что оно создает один очень хороший момент контроля. Контроль дальнего плеча. Позволяющий создать сжатие, которое мешает ему достать переднее. Посмотрите, каким образом я его осуществляю. Я не просто крещу ноги где-то за его рукой. Я крещу ноги так, чтобы моя голень лежала под его дальним плечом. Окей? Отсюда развернуть на меня плечо становится механически намного тяжелее. Особенно, если у меня есть его рука. Окей? Это первый момент, связанный с контролем. Второй момент, связанный с контролем. Раскрещенные ноги. Как в рычаге локтя будут работать они? Если я держу ноги симметрично и не крещу их, то эта позиция не очень хороша для вас. Потому что здесь он достаточно просто освобождает свое плечо и свой локоть. Окей? Также отсюда возникают проблемы с хичхайкер-эскейпом. То есть разворотами и так далее. Мне сложно за ним следовать. Каким образом я буду сохранять контроль? Первое. Это положение локтя. Для того, чтобы контролировать его руку, я не хочу, чтобы... Я хочу, чтобы рука всегда... Чтобы одна из моих рук всегда была под его рукой. Это первое. Второе. У меня есть разные способы контроля. Но для того, чтобы не допустить разворота, я хочу вывести его руку с центральной линии. Здесь он достаточно просто может уйти в разворот. Давай. Нет? Нет? Да? Стоп. Вернись. Первое, что я делаю, вывожу локоть за центральную линию. Посмотрите. Он сейчас рядом с моими ребрами. Туда. Туда. Это сразу очень сильно осложняет возможности для его ухода. Окей? Видно? Второе. Усилие на разрыв. Первое, что мне нужно, это немного перенаправить свое усилие. Если я пытаюсь разъединить его руки, когда он лежит и сцепляет их прямо, это реально очень трудно сделать. То, что я буду делать, работать против его руки таким образом, отпустим, чтобы его рука была развернута. Зачем это делать? Если его рука прямая, он включает крупные группы мышц. Если его рука развернута, включается небольшая ротаторная манжета. И разорвать его руку гораздо проще. Поэтому второй момент, который мы осуществим, это контроль его кисти. Первое локоть. Второе кисть. Сейчас будет довольно очевидный разрыв. Более простой, чем следующий. Первое. Я забираю четыре костяшки на его кисти. Это легально делать. Я не могу брать пальцы. Я не могу брать один палец, но я могу забрать четыре костяшки. И поднимаю на себя. Второе. Мой локоть идет внутрь, так, чтобы зафиксировать его кисти. И моя грудь ложится на его руку. Окей? Таким образом, подержать руку становится очень трудно. То есть сейчас мое движение направлено против вращательной манжеты. Отогнуть ее становится очень легко. Если он будет держаться, я направлю его движение против крупных групп мышц. Димину руку, скорее всего, я даже не сдвину с места. Если я переведу его локоть, достану кисть и направлю движение против вращательной манжеты, я очень легко достану его руку. Окей? Хорошо. Следующий механик. Каким образом я буду ломать его руку? У рычага есть несколько важных параметров. Амплитуда движения, то, когда ваше движение закончится. Жесткость рычага, то, насколько жесткая точка опоры под точкой взлома. И высота рычага. Чем выше что-то, обо что вы ломаете сустав, тем, соответственно, проще ее сломать. То есть, если вы положите палку на что-то не очень высокое, или просто положите на пол и надавите с двух разных сторон, скорее всего, вы ее не сломаете. Если вы положите ее на высокую пирамиду и надавите с двух разных сторон, вы очень легко ее сломаете. Поэтому сейчас мы посмотрим, как осуществить все эти вещи. Первое, я вывел руку. Второе, я достал кисть. Третье, я просунул руку глубоко, так, чтобы его кисть забрал мой локтевой сгиб. Четвертое, я подтянул его кисть к своей груди, чтобы вся моя спина двигала его руку. Чтобы движения не проводили отдельно руки. Окей? Далее. Я буду ломать его локоть через свою косточку. Не через пах. Вот это вообще не болевое. У меня нет никакой амплитуды, никакой жесткости и никакой высоты. Сейчас, если я начну тянуть изо всех сил, Дима сможет спокойно его перетерпеть. Сейчас у меня заканчивается высота, амплитуда и жесткость. И мне приходится очень сильно напрягать ноги. Я думаю, эта ситуация, на самом деле, в рычаге локтя знакома очень многим новичкам. Очень многим белым поясам. Вы вырываете руку, тянете. Вам кричат, давай, брат, давай. Но доделать не получается. Давайте добавим все эти параметры. Амплитуду, жесткость, высоту. Первая жесткость. Направьте болевой через кости. Таким образом, ваша рука будет не по центру, а как бы сбоку от вашего корпуса. Посмотрите, что я по-прежнему оставляю его руку сбоку. Окей, давайте добавим жесткость. Давайте добавим высоту. Мне нужна точка опоры для создания высоты. Поэтому я подвожу свою пятку к своей ноге. Закрывая позицию, когда мои ноги сведены вместе. Окей, я могу закрыть перед его рукой, или если его рука далеко внутри, я могу закрыть ее за его рукой, на его трицепсе. Но пока что давайте перед. Что это дает? Как только я свожу ногу здесь, посмотрите, его плечо визуально поднимается. Вторая нога помогает мне доработать эту ситуацию. И сейчас его плечо высоко. Окей, это видно? И его плечо меняет высоту. Окей? Таким образом у нас сейчас есть высота рычага. И третий параметр – амплитуда. Тут вы должны разделить функции каждой из ваших рук. Когда вы переходите к захвату от контролирующего, за локоть и за кисть. К захвату ломающего. Об этом следуем чуть подробнее. Здесь нужно проконтролировать функцию каждой руки. Вы не хотите создавать одно направление для усилий. Вы не хотите создавать только одно направление. Вы хотите создать два направления. Одна рука будет тянуть, а вторая рука будет толкать. Верхняя рука, в данном случае, толкает, нижняя тянет. Окей? И следом я начинаю плавно отрывать от земли, потому что у меня есть точка опоры в виде пятки и в виде второй пятки. Отрывать от земли свой таз. Окей? Рычаг пошел сразу, хотя у меня есть еще очень большая амплитуда для движения. Первый вариант. Второй вариант. Если я хочу добавить амплитуды, я убираю локоть своей руки, которая со стороны его ног, под свой корпус. Потому что, в принципе, земля немного мешает моему локти. Смотрите. Здесь, видите, я толкаю, таз поднят, он сдается. Но второй руке немного мешает пол. Поэтому то, что я сделал, я верну вторую руку внутрь. Видно? И сейчас она может создать огромное усилие на тягу. Сейчас я только слегка напрягаю. Он уже сдается. Посмотрите, в какой амплитуде происходит движение. Здесь он сдался. Причем у Димы, надо сказать, довольно гибкие суставы. Здесь амплитуда закончилась. Заметьте, что сдался он намного раньше. Окей? Итак, сейчас будет первое упражнение на отработку. Запомните эти базовые идеи. Итак, первое упражнение. Зацепите его скрещенными ногами, так, чтобы обе ваших ноги коленями лежали на нем. То есть, такого быть не должно. Здесь не должно быть пространства. Это пространство он использует. И чтобы вторая нога голенью лежала под его плечом. Перекрещенная с первой. При этом не теряйте плечо. То есть, в такой позиции, когда вы полностью перешли на другую руку, но его первая рука ушла, быть не должно. Поэтому сразу вытащите его руку вверх и соберите позицию достаточно жестко. Окей? Второе. Забрали локоть и вывели его в сторону. Зафиксируйте его сбоку от вашего корпуса. Третье. Достаньте его кисть. Снимайте захват за его костяшки. Смотрите, каким образом я беру руку. Если вы были на семинаре по контролю спины, или если вы смотрели видео Джона Данхера, или если вы ходите ко мне, вы очень часто видели этот контроль со спины, когда мы забираем так руку. Сейчас вы можете посмотреть его в рычаге. Я забрал руку, и следом мой локоть пошел искать его кисть. Мой корпус присоединяется к его руке. Я присоединяю руку к корпусу для того, чтобы против вращательной манжеты был направлен на мой корпус. Переходим в стадию рычага, когда я отгибаю его руку и перехожу в захват для контроля за его локоть и за его кисть. И отсюда я разворачиваю бедра, фиксирую пяткой его плечо, создаю высоту. Смотрите. Сжимаю и подворачиваю ноги, так, чтобы убрать любой люфт. Фиксирую руки, таз вверх. Одна рука толкает, вторая тянет. Или убираю руку в локоть свой корпус. Одна рука толкает, вторая тянет. Движения чуть-чуть отличаются по направлению, но очень часто я заканчиваю именно вторым движением. Хорошо. Отрабатываем в таком формате. Три-четыре раза смену, три-четыре раза смену. В среднем у нас будет по 7-8 минут на каждую отработку, иногда меньше. Вначале меньше, потом чуть позже. Фух. Окей, давайте начнем. По парам встаем. Раз, два, встаем.